Здравствуйте, уважаемые земляки! Сегодня мы рады представить вам первый выпуск проекта, разработанного на базе нашего Центра культурного развития под названием «Серебряная дрель». Этот проект предназначен для ветеранов и представляет собой выпуск местных новостей. Наши корреспонденты-ветераны будут брать интервью делать репортажи с различных мероприятий, а также узнавать информацию из первых уст. Это позволит не только папаевским пенсионерам, но и всем жителям узнать о тех событиях, которые происходят в нашем городе и районе. Надеемся, что данный выпуск новостей расширит поле творческой деятельности ветеранов, их активность, а также позволит ярче проявить им себя индивидуально и в группе. Также мы хотим рассказать и о тех людях, жизнь и деятельность которых не освещена в интернете или на страницах СМИ, но представляет собой большой интерес для окружающих. Мы будем рассказывать о мероприятиях, различных событиях и о многом-многом другом. Я с удовольствием передаю слово нашему корреспонденту, участнице клуба ветеранов «Бабаевский зори» Едвике Викентьевне «Березук». «Бабаевский зори» Ай, залиняка, ай, сериняки, Ай, залиняка, хвостик и пененьки, Ай, он на столицу в скопки, кусок сахару хлопил, штаны рванул нехудые ножки, тонкие и кривые. Голида, красная девушка, Голида, низ на земле, Голида, близко дорожки, Голида, в Альбовске, Голида, полярдовске, Голида, фронтодорске, Голида, канита. Здравствуйте, друзья! С Масленницей вас! Испрощенным воскресеньем! Мы хотим узнать у вас, представьте, кто вы такие. Мы команда «Бабаевский». Ветераны города. Ветераны города. Мы на печках не сидим, всех винами угощаем, печем, вяжем, шьем, поделки всякие делаем. Короче, наши ветераны не скучают, и песни поем, и частушки. Все делаем. Вы первый раз принимаете участие в конкурсе? Нет, это у нас не первое участие. Мы постоянные участники всех мероприятий в городе, в том числе и Масленицы. В том году участвовали тоже в соревнованиях. Такой день замечательный. Народу много. Погода хорошая. Замечательно все. Еще раз вас поздравляю. Спасибо. Какие у вас прекрасные блины. Спасибо. У нас ели все почти. У нас тут третий самовар. С весной. Спасибо. И вам тоже. А я хочу сказать спасибо нашим ветеранам, потому что они всегда принимают самое активное участие во всех мероприятиях, которые организует наш любимый культурный центр культурного развития. Девочки, спасибо вам, что вы организуете такие хорошие мероприятия. Приглашайте нас почаще. Может, вы еще частушку хотите спеть? Когочат, хотят. Мы на Маслитку блинов три десятка съели, и теперь овал лица не проходит в келье. Ой, блины, 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 круглые, как солнце, я дружочку на пику поставлю на солнце. Так что, Масленица весела, вас всегда повела. Счастья вам, удачи. На пути в придачу. Спасибо большое. Спасибо большое. Приглашайте нас на все мероприятия. С удовольствием будем принимать участие. Здравствуйте. С Масленицей вас праздником. Как называется ваш коллектив? Веселые девчата. Какой раз принимаете участие в таком веселом празднике? Первый. 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 Может, вы какую частушку споете? Веселее играй, гармошка, Масленица, не грусти. Приходи весна скорее, Диму прочь от нас гонит. Спасибо большое. С праздником вам, удачи, здоровья. Всех благ. Сегодня на Масленице нас тут собираются приносить даже дети. Масленицы стол. Так что мы подходим к хорошему. Масленица. 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 Это может быть все безумие. Давай, давай, давай. Молодец. Повнице. Масленица. У нас еще один участник пытается добраться на подарках вице. Добро пожаловать на наш канал! Всем вам здоровья! Мы вас любим! И всегда рады вас видеть! И вас, Масленицы, вам всего хорошего, доброго и всем мира и добра! Здравствуйте! С Масленицей вашей! Прощенным воскресеньем! Всем вам здоровья, удачи, веселья! Ура! С Масленицей вашей! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Добрый день, уважаемые жители нашего города. Клуб наш существует уже 14 лет и все, наверное, наши горожане уже знают о нашем клубе. Самое основное занятие нашего клуба это, конечно же, цветоводство. Наверное, нет ничего приятнее любоваться в своем саду цветами. Цветы это наши лекари, это наши врачеватели душ. За 14 лет существования нашего клуба накоплен уже большой опыт. Мы занимаемся цветоводством. На наших занятиях мы знакомимся с новинками цветочных растений. Также у нас проходят консультации, творческие лаборатории, где мы делимся приобретенным опытом по выращиванию цветов. Но наш клуб занимается, конечно же, не только цветоводством. Многие наши цветоводы, не только хорошие рукодельницы, кулинары, но все они это выращивают на своем участке. И у нас в гостях сегодня Матвиенко Евгения Ивановна, член нашего клуба цветовода, которые занимаются непосредственно и огородничеством. И сегодня она вам даст рекомендации, какие работы мы проведем с вами в феврале в нашем саду-огороде. Здравствуйте, дорогие огородники и садоводы! На дворе у нас февраль, поэтому и поговорим немножко о том, что же в феврале нам с вами уже можно поделать. Но февраль вы все знаете, последний месяц в году он самый короткий, что нас очень радует. И после него наступает календарный месяц уже весенний. Но еще очень холодно, поэтому мой первый совет – не торопитесь. Но как не торопиться, когда уже начинается что-то внутри сверебить, и хочется уже что-то поковыряться в земле. Есть растения, которые уже в феврале нужно сеять. Вот на них и обратите внимание. К ним относятся земляника, клубника. Из цветов – это петуния. Еще из овощных культур – это перец, баклажаны. Вот как раз февраль, как раз это месяц, когда эти растения нужно сеять в грунт дома. Поэтому запасайтесь семенами заранее. Можете уже сейчас приобрести землю, удобрения, залу, принести уже ящички, и уже начинать потихонечку готовить. Но для того, чтобы весна не оказалась слишком неожиданной для вас, можете сейчас уже начинать планировать свои посадки на бумаге, в голове, чтобы вам потом это было легче и меньше времени уходило на теорию. И была уже конкретно какая-то работа в огороде в следующие весенние месяцы. Если вам очень хочется, можете уже посеять помидор. Но мой совет – не надо много. Несколько буквально растений, несколько семечек, помидор. Можно уже ранних сортов посеять и в феврале. Ну, буквально несколько штучек. Солнечных дней сейчас еще не так много. А для наших саженцев нужно будет солнце. Поэтому, посмотрев в интернете погоду, я выяснила, что каждый день с 19 февраля будет солнце. Поэтому мои посадки земляники, посев земляники, я произведу 15 февраля. Тоже пока небольшое количество. Расскажу немножко о том, как увеличить количество света и солнца для маленьких наших побегов саженцев. Ну, вы знаете, что когда у нас на подоконнике стоит рассада, то она очень быстро вытягивается. Дело в том, что солнечных дней не так много. А если когда появляется солнышко, то саженцы тянутся к нему и сильно наклоняются в сторону окна. Для того, чтобы равномерно распределять солнечный свет и вообще дневной свет, рекомендуется устанавливать позади ящичков с рассадой, отражающие зеркальную поверхность. Ну, зеркало это, конечно, сложновато. У многих такой возможности нет. Поэтому можно смело заменять зеркальную поверхность фольгой. Берете пищевую фольгу и оборачиваете кусок картона или кусочек плиты древесной фольгой в один слой. Закрепляете ее и устанавливаете рядом со шторой позади ящиков рассады. Свет, падая на фольгу, отражает лучи солнца и света и обратно направляет их. Поэтому саженцы получают свет как бы с двух сторон. И они меньше вытягиваются, становятся приземистые, не такие длинные и более качественные. Это мой личный совет, опробованный уже на практике. Попробуйте. Отдельно хочу рассказать про выращивание ремонтантной безусой земляники мелкоплодной из семян. Как раз февраль месяц это тот месяц, когда ее уже пора сеять. Если у вас небольшое количество этой рассады нужно, то можно и в марте. Там даже может и получше, но чтобы получить уже в августе месяце ягоды первые, сеют и в январе, и в феврале эту земляничку. Но для того, чтобы саженцы были, земляники не такие вытянутые и качественные, рекомендуется ее садить во второй половине февраля или в начале марта. Что для этого надо? Обязательно обеззарасьте землю. Можно ее даже прогреть, но если земля торговая, то пролить марганцовкой горячей будет достаточно. Конечно, земляничные семена очень мелкие, и перед посадкой их желательно смешать с промытым речным песком. Сеются семена земляники по поверхности почвы, не заглубляя. То семечко, которое провалится в щелочку поглубже, оно просто не прорастет. Поэтому перед посадкой землю можно даже немножко утрамбовать, уплотнить, чтобы семена легли ровно по поверхности. И старайтесь, чтобы не было загущения. Когда семена посеяны, ящик нужно будет прикрыть пленкой или стеклом. Не забывайте проветривать, чтобы не было плесени и гнили. Не появилось на саженцах. Каждый день проветривайте, а при высыхании грунта опрыскивайте осторожненько и аккуратненько. Где-то через недельку появятся первые росточки. И вот в этот период самые ответственные ящички нужно выставить на самое светлое место. И не забывайте также дальше опрыскивать и проветривать посадки. И только когда уже появятся первые листочки, тогда уже можно будет немножко перевести дух. И растения эти уже можно меньше закрывать, опрыскивать и нянчить. Итак, уважаемые зрители, наша сегодняшняя рубрика «Во саду Левогородия» подошла к концу. Мы благодарим Евгению Ивановну за данные рекомендации. И в следующей нашей встрече мы хотели бы вас познакомить с секретами выращивания такого прекрасного цветка, как петуния. Ждем от вас, уважаемые зрители, вопросов, предложений. До новых встреч! Уважаемые ветераны, я хочу вам задать вот такой вопрос. Как вы думаете, что означает слово «чокер»? Чокер. Чокер. Ну все иностранные слова. Да, мы не знаем. Я слышала, что это русский. Чокер. Чокер, вот слышала, я слышала, но я слышала. Мы не знаем. Чокер – это зацепка. А, еще какие предложения будут? Я слышала, но не помню. Ожарелье, что ли? Ожарелье. Бусы. Праздник. Нет. Так. Все. Бусы. Вязаные украшения на шею. Это украшения на шею вязаные. Вручную. На руки все руки. Вязаные. Чокер – это особый вид украшений в виде одно или многорядного ожерелья, которое плотно прилегает к шее. Их носят как неформалы, так и любители этнического стиля. Возвращение на шею вязаные. Помощь за убежные деньги. Так, и все. Украинец. Деньги-то там получаются. А еще другие варианты ответить. Мы знаем только про деньги. Только про деньги. Гривна. Шейное украшение из бронзы, железа, серебра или золота. В виде обруча у древних народов, носимое на шее или на груди. А также в средние века у западных и восточных славян, скандинавов и других племен. Внимание! Фото-вопрос. На фотографии запечатлен один из уголков Бабаевского района. Определите, что это за место и где находится. Это был наш самый первый выпуск новостей «Серебряное время». Мы постарались его сделать наиболее информативным. Ждем от вас отзывов, предложений и тем в нашем Центре культурного развития или в интернете в сообщениях группы «Бабаевские ветераны». С вами была я, руководитель клубных объединений ветеранов Центра культурного развития Нина Борисовна Чернова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!